Добрый день, Тарья. Дебаты только что закончились и прошло голосование. И я хочу сказать, что за резолюцию, вот ее предварительный текст, проголосовало за 103 депутата, против 3 и воздержались 16. То есть резолюция по Азовскому морю сейчас принята. Ну и какие же главные тезисы этой резолюции? Я напомню, что доклад озвучивал депутат Германии Андреас Ник. Он призвал обеспечить Россию свободное судоходство в Азовском море и Керченском проливе. Также освободить всех 24 украинских моряков, которых незаконно удерживает Россия. И также осудить использование России оружия. Вот такие тезисы звучали в докладе. Какие еще? Я предлагаю послушать. Международный комитет Красного Креста должен посетить украинских военных в тюрьме. И ассамблея должна поддержать любые дипломатические усилия, направленные на их освобождение, принятие которых хотят члены Совета Европы. Дебаты длились практически полтора часа. Назвать их горячими, наверное, нельзя, потому что большинство все-таки выступало в поддержку за Украину. Однако были и те, кто назвали доклад немецкого депутата слишком осторожным, слишком мягким. Но некоторые, наоборот, называли его предвзятым, как представитель, например, Сербии. На стороне Украины были представители Великобритании. Вот Джон Хауэлл из Великобритании назвал в своем выступлении, в дебатах действия России нарушением международного права. И что он еще сказал, я предлагаю послушать. Россия ведет экономическую войну в этом регионе, чтобы укрепить свой контроль над Крымом и Черным морем. Мы не можем допустить, чтобы Азовское море стало полем для битвы. Мы очень сильно поддерживаем Украину. Я напомню, что украинская делегация внесла в текст резолюции три правки. Две из них касались того, чтобы были внесены дополнительные ссылки на Конвенцию ООН по вопросу морского права. Последняя правка касалась введения термина военно-пленной для украинских моряков. Однако сегодня утром, в последний момент, этот термин убрали из доклада, из текста резолюции. Однако оставили фразу, которая, как нам сказали юристы, фактически подтверждает статус украинских моряков как военнопленной. Эта фраза звучит примерно так. Предоставить медицинскую, юридическую, консульскую помощь согласно гуманитарного права, в том числе как Женевская конвенция. Вот слово Женевская конвенция и обозначает, что относится к украинским морякам как к военнопленным. Я предлагаю послушать автора одну из поправок, что он сказал. После такой горячей дискуссии мы вышли на компромиссную формулировку. Во-первых, моряков немедленно освободить. Во-вторых, предоставить им медицинскую и консульскую помощь в соответствии с Женевской конвенцией. Юридически это обязывает Россию относиться к морякам как к военнопленным. По словам адвоката Николая Полозова, это дает ему весь инструментарий для дальнейшей работы. Принятая резолюция в парламентской ассамблее Совета Европы. Первое, это возможность добиваться освобождения украинских моряков в судах, международных судах, а также требовать создания группы независимых наблюдателей, которые будут наблюдать за судоходством в водах Азовского моря. Подробнее предлагаю послушать. Этот документ может стать основанием для того, чтобы в Европе начали признавать наших моряков военнопленными. Предоставить дополнительные аргументы для создания наблюдательной миссии за судоплавством в Керченском проливе и выполнением двухсторонних соглашений между Украиной и Россией от 2003 года и морским правом ООН. Ни одна страна не может приватизировать морские протоки. Напомню, три украинских корабля были захвачены в нейтральных водах Азовского моря российскими пограничниками 25 ноября 2018 года. Это было вооруженное нападение. В плен были взяты 24 украинских моряка. Сейчас 21 находится из них в московском СИЗО Лефортово. Еще трое, которые были ранены, находятся в лазарете СИЗО «Матросская тишина». По последним данным, их планируют перевезти в Лефортово. И по данным адвокатов, это усложнит доступ к ним и усложнит предоставление медицинской помощи. Здоровье двух из раненых моряков вызывают крайние опасения. Один из них может ослепнуть, у другого проблемы с рукой. Дарья, пока вот на этом у меня все-таки данные с парламентской ассамблеи Совета Европы. Это была корреспондент ЮИТВ Юлия Башко. Она работает в Страсбурге. Сейчас уже принята резолюция по соотносительной ситуации в Азовском море и Керченском проливе.